Приветствую моих подписчиков и слушателей. С вами Рита Желтовская. Раздел моего видеоблога сегодня будет посвящен целиком женщине, как субъекту, так и объекту. Меня всегда волновал вопрос взаимоотношений мужчин и женщин, различия поведения и притяжения, рождение любви и создание семьи. Какая женщина нравится мужчинам и почему? Психология этого вопроса проникает в тонкости поведения как мужчин, так и женщин, как ключ и замок для этого ключа. Пожалуй, французам более других знакомо обаяние и очарование женщины любого возраста, если они обозначили такое состояние, подчеркнутое уважение к женщине, емким словом шарм. Француженки, как никакие другие женщины, ревнивы следят за своим внешним видом в сочетании с манерами поведения, элегантностью, эмоциональным состоянием. Мужчины видят и подчеркивают свое отношение именно к женщине, что позволяет женщине быть на высоте и никогда не сдавать своих позиций. Так в чем же тонкости шарма? Что подразумевают эти понятия? Как они соотносятся с психологией отношений внутренним состоянием самой женщины? Вопросы, которые возникают в голове женщины, которая пытается следовать манерам изысканности и привлекательности. Взглянем на них не спеша, анализируя свое отношение к каждому из них со своей, то бишь женской колокольни. Итак, внешний вид сопровождает женщину всегда и везде. И это тот козырь, которым женщина может умело пользоваться для показа своего настроения, своего вкуса, своих предпочтений, своей культуры. Ее умение этот вкус подстраивать под свои возможности. Это внешняя сторона богатого внутреннего и эмоционального состояния женщины. Манеры поведения от развязно-вульгарных до изысканно-тонких. Все зависит от умения себя видеть со стороны. Чем отчетливее женщина понимает всю прелесть манеры своего поведения, тем интереснее она окружению, тем привлекательнее для знакомства с ней. Элегантность, особая изысканность, изящность, умение держаться с достоинством и изяществом. Такие женщины знают себе цену и умеют держать планку без лишнего напряжения. Они понимают свое преимущество и разумно этим пользуются. Это дорогие женщины в разных смыслах и достойны иметь влиятельных мужчин. Эмоциональное состояние. В этой сфере женщины творят чудеса. Вспомните советский фильм «Театр» актриса Вия Артмане великолепно отразила все грани чувств женщины, окрасив их настолько тонко и глубоко, что понимаешь, каждая женщина в своем роде актриса, если умеет использовать данный ей от природы талант. Эмоции для женщины – критерии взаимоотношений как в обществе, так и в личной жизни. Это подобно краскам на полотне художника. Чем ярче и сочнее тона, тем кажется реальнее картина. Каждая женщина, несмотря на социальный статус и достаток, стремится понравиться, привлечь к себе внимание мужчины, отразиться в его улыбке и услышать слова признания. Женщина в молодом возрасте похожа на готовый раскрыться в своей красоте бутон розы. Взгляд мужчины на женщину меняется с возрастом. В молодом возрасте мужчина встречает женщину как сексуального партнера. Хотел бы он обладать такой женщиной, которая перед ним. Более зрелый мужчина смотрит уже практичными глазами не только секс, но и содержание физической и духовной женщины и ее потенциал к совместной жизни. И только в глубоком, пожилом возрасте мужчина смотрит уже не на внешние показатели, а на ответную реакцию глаз женщины, на ее духовное содержание и ответную взаимность. Почему одни женщины из кожи лезут, чтобы привлечь внимание мужчин, а другие заняты собой и нисколько не заботятся о внимании со стороны мужчин, обладая шармом, привлекательностью? Мужчина собственник и его первое желание во что бы то ни стало обладать своей собственностью. Женщина же, напротив, готова подарить себя, вручить в надежные руки, получить защиту и поддержку, окружить любовью все, что досягаемо для ее влияния. Секрет такого феномена прост. Уверенная в себе женщина, элегантная, всегда свободна от чьей-то зависимости. Она умеет себя занять, ее интересуют разные сферы жизни, у нее много разных увлечений, она умеет ухаживать за собой, она интересна сама себе. Такая женщина умеет себя преподнести без сомнения, ярко, без лишних усилий. У нее есть всегда тема для разговора, она внутренне раскована, у нее нет комплексов и занудства, она желанна для общения. Таких женщин мужчины стремятся заполучить в свой круг, приобрести интересного друга и, скорее всего, пригласить к семейной жизни. Слабая и неуверенная в себе женщина будет стремиться показать себя, подменяя внутреннее содержание внешними источниками проявления своей личности. Это могут быть излишне вычурные одежды, аксессуары, бижутерия, цвет волос, агрессивная косметика, вызывающая поведение, что указывает на желание обратить на себя внимание. В каждой семье родители должны научить девочку с малого возраста уважение к ее женскому достоинству, что допустимо и что нет в ее поведении. Соответственно, отношения и поведение между родителями стать для девочки личным примером в общении женщины и мужчины. Слова «обаяние» и «очарование» имеют глубокий исторический смысл, указывая на подмеченные свойства личности – прельщать, околдовывать, влюблять в себя. Психологическая подоплека – уметь овладеть умом и волею другого человека, не прикладывая внешние усилия для этого. Существует целый пласт психологии в расшифровке мотивов поведения мужчин и женщин. И это совсем иная тема, которая будет в новых роликах. Не пропустите, а лучше подпишитесь. С вами была врач Рита Желтовская. До новых встреч!